Вот так приятно прийти к зимушку, которую построил своими руками. Столько воспоминаний во время стройки, столько воспоминаний, как мы сюда приезжали, отдыхали, охотились. Классное было время и вот мы снова здесь. Я вполне законно выбираюсь в лес, потому что все-таки охоту на медведя разрешили. Весной подойти к какому-нибудь зверю довольно-таки проблематично. Поэтому увидеть, запечатлеть его, это надо сидеть, чтобы он сам на тебя вышел. Но зато вот по таким следам начинаешь понимать, кто ходил в этой окрестностей зимой. Изюбри есть, косули здесь достаточно, но чтобы лось, это что-то новенькое. Вообще замечено, что копытных стало больше. Прибавляется с каждым годом, хотя и охотятся на них хорошо, и зимы благоприятны для охоты. Но тем не менее, прибавка, особенно лосей, заметная для меня в этом году. Ну, еще день-два, и распустятся листики на березах. Я знаю, в этом году ранее, несколько дней, и эта березка, как и остальные, свои листики распустит. А еще покольник не цвел. По крайней мере, не везде. Получается, на неделю раньше все происходит в этом году. Сегодня жара, 25 градусов. Конечно, скоро все распустится. А вот он опять. Да, везде здесь лосика походил. Может, даже на салонцы мои под скалами навещал. Но мне до них еще далековато идти. Посмотрим. Может, к концу дня дойду. Посмотрю, есть ли там следы. Жаль, что камеру не поставил. Вот кто это взял. Веточку. И вот я дошел до своего салонца в скалах. Но там лося я не заметил, чтобы он приходил. По крайней мере, следов его жизнедеятельности я не заметил. Я решил здесь отдохнуть, осмотреться, поснимать то, что получится увидеть. Салонцик. Салонцик. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...